В неделе «Матерей и фарисеи» мы сейчас с вами все слышали притчу, которую произнес Господь, притчу о «Матерей и фарисеи». Если мы немножко на один стих раньше прочтем это место из Священного Писания, то увидим, что Господь говорит эту притчу для тех, об этом написано в Евангелии от Луки, кто считал себя праведным и превозносился и уничижал тех, кто, по его мнению, считались грешниками. И именно эту притчу Господь произнес для них, а значит и для всех нас, потому что мы частенько, бывает, себя причисляем к таким прекрасным праведникам, исполняющим все заповеди, а ближних своих часто считаем грешниками, недостойными спасениям. Ну, чтобы мы так не считали, Церковь нас готовит к этому, готовит к посту, к поприщу, которое и ведет к великому празднику Светлому Христову Воскресенью. И вот эта притча о том, как некий фарисей, вот такой вот фарисей, как бы, скажем, тот, кто в букве укоренен, в исполнении буквы закона, он приходит в храм помолиться. Можно сказать, что, конечно, в сам храм заходить могли только священники, был только двор верных, это двор храма, куда допускали иудеев, да, потом был двор женщин отдельный, да, еще больше двора верных. Был двор язычников за тем, куда приходили только те язычники, празелиты, которые хотели исполнять закон, хотели верить в единого Бога, но им пока еще был запрещен вход туда, в двор верных. И вот в этом дворе верных пришел этот фарисей, видимо, принеся жертвы какие-то, пришел для того, чтобы поблагодарить Бога. Он приходит в этот двор и совершает это благодарение Богу, говоря следующие слова, что «Господи, благодарю Тебя за все, что Ты даешь мне, за то, что я такой праведный, что я не такой, как прочие человеки, не такой, как прочие хищницы, прелюбодеи, воры. Я благодарю Тебя за то, что я такой праведный и не такой грешный, как эти все люди». И вот он это все, эту всю свою молитву, благодарение направляет к Богу и говорит, что «Я Тебя благодарю, Господи, что не такой, как прочие, или вот как вон тот мытарь». А мытарь в это время стоял где-то вдалеке, как написано в Евангелии, то есть, скорее всего, может, даже и во дворе верных, но где-то в самом начале, который понимал этот мытарь, что он грешник, ну и все ему об этом напоминали, весь народ. И, в общем-то, да, и вот этот вот мытарь стоял вдалеке, понятно, что он понимал, кто он такой, что он грешный человек. И все, что он мог сказать, это не была молитва благодарения, это была молитва, в которой он говорил, что «Господи, милостью будем мне грешным». То есть, понимая свои грехи, бил себя в грудь и говорил, что только милости просил у Бога, потому что он понимал, какой он грешник. И вот Господь говорит, кто из них будет, выйдет более оправданным. Господь говорит, вот этот мытарь выйдет более оправданным перед Богом, нежели фарисей. Иногда кажется, что более, это значит, ну, Бог более благоволит к мытарю, ну, а фарисей тоже неплохой парень, тоже вроде все делает, занимается там, да. Как бы не совсем он там его определяет в грешнике, фарисея, да, но он, говорит, менее праведным. На самом деле там, как бы, речь идет о том, что он вообще неоправданным выйдет, фарисей. И Господь, часто обращаясь к фарисеям, он их называл теми, кто хуже, чем Содом и Гамора, да. То есть он все время говорил им горе вам в книжнике фарисеи. Вы уничтожили, вы уничтожили закон Божий своим преданием. Вы заменили заповедь Божию своими заповедями. И вот в сегодняшнем Евангелии Господь нам говорит, нам, сегодня живущим, чтобы мы не становились фарисеями. Потому что фарисейство – это страшная закваска. Говорит Господь, берегитесь этой закваски фарисейской. Потому что это, на самом деле, очень удобная такая квазирелигия, которая, кажется, все правильно и логично в ней. Вот будешь делать хорошо – будет тебе хорошо, будешь делать плохо – будет тебе плохо. На самом деле она убивает настоящие живые отношения человека с Богом. Она убивает живые отношения с ближним. Об этом часто говорил Господь. И вот в сегодняшнем Евангелии это выражено очень ярко. То есть вместо благодарного сердца, принесенного Богу в искренней, чистой молитве, этот фарисей видит только свои заслуги. Видит только то, какой он молодец, какой он праведен, как он все соблюдает. В общем-то и Бог-то ему не нужен на самом деле. И это видно. Ему не нужен ни Бог, ни ближний. Ближний ему нужен только для того, чтобы быть праведным, чтобы, исполняя закон, все больше и больше превозноситься и говорить, вот какой я, как я все делаю, и вот ближнему там, я сколько надо, вот сколько написано по закону, я все делаю. Даже больше еще там, чем надо. То есть вот при том, что вроде бы есть отношение к ближнему, но самого человека не видит уже, фарисей, не видит этой живой души. Он готов осудить этих людей, готов считать их ущербными, готов считать их недостойными спасения, а себя считать достойным. И в этом самый большой ужас этого фарисейства. Фарисейство уничтожает ближнего, как человека, как творение Божие. И впоследствии уничтожает самого Бога. И Бог не нужен фарисею. Им нужна только его праведность. А Бог нужен только как тот, кто повелевает быть праведным. Тот, кто издает повеление быть праведным. А исполняя это, фарисей все больше и больше превозносится. Мы знаем в другом Евангелии, когда богатый юноша, конечно, тот самый законник, который, как он говорит, от чрева матери исполнял заповеди. Что, стоя перед Христом, перед воплотившимся Сыном Божиим, он его не видит. Потому что его очи духовные, они ослепли давно. Именно благодаря этому фарисейству. В еврейском предании есть такой момент, что они говорят о том, что когда Бог давал заповеди на Синае еврейскому народу, Он дал еще не только, не только дал сами заповеди, но дал уши их слышать. Дал уши слышать. И Христос, часто обращаясь к фарисеям и к учителям и к раввинам всем, Он говорил, «Вы же ведь не слышите, вы имеете уши, но не слышите. Не слышите Бога, вы не слышите Его голос. Потому что вы оглохли, вы потеряли этот дар Божий, Заменив Его своими предписаниями, многочисленными томами, талмудами, Заменив истинную живую молитву, истинную живую связь человека с Богом. Сегодня Господь нас предупреждает, чтобы мы не становились фарисеями, Чтобы мы не превозносились над другими, не считали других людей хуже себя, И не считали то, что мы делаем, то, что мы молимся, или там совершаем посты, или еще что-то. Не считали бы это чем-то таким, что является смыслом жизни и спасением души. Господь – наше спасение. Как только мы потеряем эту живую связь с Ним, мы умрем сразу. И наша смерть духовная будет страшнее, чем любая телесная смерть. Поэтому эту связь нужно держать. Ради этого нужно жить, ради того, чтобы Бог был с нами, а мы с Ним. Об этом сегодняшнее Евангелие, об этом, в этом суть подготовки к великому посту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...